Карп Итак, поговорим сегодня о карпах. Итак, у вас появилась мысль завести карпа, или прикупить нового карпа к вашим карпам. И про это мы сегодня поговорим. Давай, история карпа уходит в далекое-далекое время, во время императоров Китая и Японии, и так далее, и тому подобное. Да, Денис Александрович? Карп это крупная рыба для довольно больших водоемов, либо же его можно содержать в больших аквариумах. Такое тоже, да. Да, такое тоже есть. То есть его существует довольно большое цветовое разнообразие, то есть они делятся по классам, делятся по типам, по разным цветовым морфам. Но мы сегодня поговорим о том, как выбрать хорошего карпа для своего пруда. Как выбрать карпа, не плохого, скажем так. Да, и в чем разница, хороший карп, плохой карп, вот. Да, я слышал, карпы бывают, там, десятки тысяч и сотни тысяч долларов стоят. А бывают карпы стоят на рынке, там, порядка несколько десятков долларов. Поэтому, в чем разница, Денис Александрович? Очень качественно. Вот, Денис Александрович совершенно прав. То есть есть карп, кои, это, скажем так, даже не рыба, это раскрученный культ, который внесен азиатами и подхвачен европейцами. То есть по этой категории рыбы есть целые огромные выставки, как и в Азии, так и в Европе. И, соответственно, если есть выставки, есть ценители. И, действительно, на выставках цена за одну рыбу, за одну единицу может доходить до миллиона долларов. Но мы же с вами простые, как бы, люди, да? Нам нужно выбрать просто красивую, качественную рыбку. Да, и так, допустим, у вас свой пруд, и вы сами им занимаетесь. И вот вы хотите купить рыбу, и хотите прийти на рынок или в магазин, и вот мы посоветуем, как... Да, и сейчас мы вам поможем, как, по каким критериям выбрать хорошего карпа. То есть, когда вы пришли покупать его где-то или к разводчику, или на рынок, желательно сделать, ну, первичный осмотр карпа, да? То есть осмотр должен быть с двух положений. Это с боковой стороны и сверху. То есть вы сначала его смотрите сбоку, в акваре, милевкане, где-нибудь, чтобы он был ровненький, чтобы он был не горбатенький, не кривой, жаберные крышечки были не завернуты, морда ровная, не спошенная. То есть пропорции тела были, ну, удовлетворительные. Второе, вы просите продавца выловить его в какую-то ёмкость, чтобы посмотреть на карпа сверху, потому что всё-таки, если это прудовая рыба, на неё большую часть вы смотрите как бы сверху. Вот. После этого вы начинаете осмотр рыбы сверху. То есть форма тела тоже должна быть асимметрична, все плавнички боковые должны быть одинаковые, ровненькие. Симметричные. Да, то есть асимметричные пруды. Асимметричная такая и восторг. Да, то есть должна быть симметрия тела одинаковая с обеих сторон. Симметричное тело должно быть. Симметричное тело, да. Вот в этом как бы основные критерии. Потом цвет. Цвет тоже, он может варьироваться от зависимости от породы и прочее. То есть цвет, главное, чтобы нравился вам, чтобы он был не тусклый, яркий, чешуйки ровные. Поэтому если карп соответствует этим критериям, его можно купить. И не важно, стоит он 100 гривен или 1000. То есть в пруду он в любом случае... Мои гривны, наверное, надо вырезать. Доллары, говорится. Хорошо, не важно, доллар он стоит или 1000 долларов. Вот. Главное, чтобы он нравился вам. Он в пруду вырастет, все равно красивый, хороший. Также сейчас очень популярна тема зарыблять пруды для рыбной ловли. Непосредственно красивым карпом. Чтобы когда человек поймал, ну, он просто насладился красотой. Обрадовался, да. Ну, и такие карпов в основном не едят, а выпускают обратно. Вот. Что еще, Тарас Николаевич? Также мы вам покажем на фото подборку... Сейчас они идут, Денис Александрович. Да, идут. Разных видовых особенностей карпов. То есть как они отличаются, как они называются. Ну, это уже, когда вы наберете опыт и станете более профессиональными, тогда вы можете заморочиться по поводу выбора элитного карпа, по цвету, агонового, неагонового и прочее, прочее. Поэтому покупайте рыбу, чтобы она радовала вас. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова